Мы продолжаем эфир. Это интервью. Ровно два месяца остается до старта Всероссийского молодежного форума Таврида в Крыму. И сегодня в нашей студии посол Тавриды в Хакасии Юлия Глухоедова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Юлия, скажите, чем вы конкретно сейчас занимаетесь, когда уже совсем немного времени осталось до старта этого форума? Сегодня мы занимаемся так называемой рекламной кампанией, которая привлечет наибольшее количество людей с нашего региона, муниципалитетов, города, молодых деятелей культуры и искусств, которые могут стать участниками этого действительно федерального, масштабного и яркого события, которое пройдет как в мае, так и летом в Судаке в Крыму. Давайте вот сразу поговорим о том, кто может принять участие, какие там есть направления, какие возрастные ограничения, что вообще нужно сделать, чтобы туда попасть? Возрастные ограничения от 18 до 35 лет. Для того, чтобы стать участником, нужно хоть как-то привлечь себя к современной культуре. 12 смен будет, из них две будут волонтерские. Это те люди, которые будут обеспечивать помощь участникам в течение как самого форума Таврида, так и большого события, которым завершится этот форум. Это Таврида Артраша, который соберет на Черноморском побережье уже по завершению всех 12 смен более 30 тысяч человек. Это и деятели культуры со всей России, это и представители даже зарубежных стран, которые будут на различных театральных, музыкальных площадках выступать. Это жители Республики Крым. То есть это будет действительно такой масштабный фестиваль с различными площадками. Что-то вроде ВФМС, который отгремел в 2017 году в Сочи, только именно направленный на деятелей культуры. Ну, то есть смены там разные. Мы, насколько знаем, что есть для журналистов какие-то площадки, есть для всех представителей, так скажем. Да, вот помимо волонтеров, там будет собираться отдельная смена для тех, кто будет устраивать этот фестиваль Артраша. Это специалисты Эвентсферы, это резиденты Тавриды, это послы Тавриды, которые будут формировать всю эту программу. Там волонтеры, далее пойдут урбанисты, это архитекторы, дизайнеры, которые будут составлять будущий макет базы Тавриды. Она в последующем, с 2022 года, должна будет быть круглогодичной. И вот сегодня они уже начнут разрабатывать дизайн-проекты и соберутся на специальную смену для себя. Конечно же, будет смена, посвященная году театра. Без этого никак, там будут и драматурги, и актеры, и даже сценографы. То есть можно будет поехать всем тем, кто сегодня связан именно с искусством театра. Народная смена, там соберутся все те, кто владеет музыкальными инструментами, танцует в этом жанре, кто поет. То есть все, что связано с нашей народной культурой, не только российской, но и национальной, потому что Россия многонациональная страна. Будет экспериментальная смена «Контемпорари арт». Она для тех, кто завсегдатый различных галерей, любит ходить в музеи, для тех, кто рисует не вот так вживую, а владеет этим на компьютере, назовем это так. Забавная смена будет последней, она будет завершать, называется она «Камеди смена». И она будет представлена именно для тех, кто сегодня работает в жанре стендапа. Забавно, мы все очень удивились, что такая смена появилась, потому что не всегда она ассоциируется с какой-то культурой. Но организаторы обещали, что они постараются сделать этот жанр, оставить таким же смешным, но при этом максимально доступным и оккультурить его. Не то, чтобы они будут делать смехопанораму и монологи, а именно они привезут тех, кто сегодня популярен в этом жанре, потому что специалисты Тавриды – это люди высочайшего уровня. Туда приезжает Игорь Дружинин, Константин Хабенский, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко. То есть Цецкоридзе там гость часто, особенно для танцевальной смены. Поэтому поучиться у таких людей всегда есть чему. Это прекрасно, и если смотреть отзывы предыдущих четырех лет, за которые организовывался этот фестиваль, этот форум, люди с таким восторгом уезжают оттуда. И мне нравится то, что каждый год смены меняются, дополняются. То есть абсолютно всем деятелям культуры есть, я не знаю, есть чему поучиться там. И раньше были смены и для библиотекарей. Сами понимаете, действительно, они сейчас есть, потому что Россия возвращается к тому, что мы хотим быть самой читающей страной, мы ходим в библиотеки. Поэтому и для них есть смены историков, раньше были. И вот то, что это меняется, это совершенствуется, это огромный плюс для всех тех, кто сегодня связан с культурой и искусством. Ну как-то заявку нужно оформлять, чтобы туда попасть, регистрироваться каким-то образом. Конечно, ну не скрою, это действительно большой конкурс, на каждую смену отбирают до 600 человек, а поступать заявок может быть до 10 тысяч. И самое главное, первый этап, это пройти регистрацию в АИС Росмолодежь. Сегодня все мероприятия, которые делает Росмолодежь, как регионального, муниципального, федерального и международного уровней, они все выкладываются в эту систему. И если вы, я не знаю, к кому обратиться именно, если вы молодой человек или девушка, которая сегодня ведет активный образ жизни, и вы хотите принимать участие в мероприятиях действительно международного, федерального масштабов, то обязательно регистрируйтесь на этой системе, там выкладываются все, все мероприятия, вы можете посмотреть, выбрать что-то для себя, зарегистрироваться и стать участником этих мероприятий. Поэтому АИС Росмолодежь это первый этап, вторым этапом также для этих же участников будет творческое испытание. Куда без этого, на слово, как говорится, вам не поверят, поэтому нужно будет его выполнить и загрузить на определенную платформу. Но все инструкции будут уже после того, как вы зарегистрируетесь. Это для того, чтобы понять потенциал этого человека, чтобы узнать, что он может потом вернуть обратно в регион, что он может сделать. И каждая смена чем отличается? Это гранты. Человек может от 100 до миллиона написать какой-то проект, причем это действительно для физического лица. Сейчас это вообще популярна система грантов, но в основном они идут на организации и НКО. И получить физическому лицу грант на миллион, например, очень сложно. Поэтому Таврида дает такие гранты, очень много проектов в регионах реализуются, с помощью них и эти проекты живут. Поэтому участвовать можно не только ради того, чтобы совершенствовать себя, но и ради того, чтобы вернуть опыт в регион и сделать что-то для него. Что ж, форум возможностей, да тем более летом и в Крыму. Спасибо большое, Юлия, за то, что нашли для нас время. Редактор субтитров А.Семкин